В спортивном комплексе «Русский медведь» прошел областной турнир по самбо памяти мастера спорта Николая Егорова. Соревнования прошли под девизом «Спорт против наркотиков». Николай Владимирович Егоров, Серпухович, мастер спорта под дзюдо и самбо, многократный чемпион России, Европы и мира, трехкратный чемпион мира среди мастеров-ветеранов. Десятки раз отстаивал честь России и Серпухова на мировых рингах. Но случилась беда. В апреле 2014 года жизнь Николая Егорова оборвалась. Память о спортсмене будет жить. В Серпухове второй раз прошел московский областной турнир по самбо среди юношей имени Николая Егорова. Для семьи это большая моральная поддержка. «Благодарю, что собрали память о моем сыне. И хочу, чтобы все дети такие же были, а он внимательно ко всем хорошо относился. Детей воспитал с высшим образованием. У него трое детей. И помним об нем. Сорбим». При поддержке администрации города Московский областной турнир по самбо прошел в здании «ФОК «Русский медведь». Юных участников тепло поприветствовал глава города Дмитрий Жариков. «Я хочу пожелать удачи участникам соревнований, спортивного азарта, везения. Пусть сегодня в честный партнер победит сильнейший». В турнире приняли участие 167 юношей, 15 и 16 лет, из 22 городов России и Беларуси. Примерно в этом же возрасте в самбо пришел и Николай Егоров. Титанический труд и воля к победе привели к высочайшим результатам. Труден путь и тернист, но дорогу осилит идущий. Участие в турнире – это еще одна ступень на пути к Олимпу. Соперники сильные. Ну и это, наоборот, к лучшему. Побороться со старшими и с теми ребятами, которые потяжелее тебя, наоборот, и пойдет плюс. Буду стараться выигрывать, буду прям впахивать, прям ворвать всех. В командном зачете серпуховские юноши заняли четвертое место. Это их вклад в развитие городского спорта и в дело борьбы против наркотиков. Николай Егоров был действующим тренером первой категории. Научить бороться за спортивные достижения – дело непростое. Еще сложнее – научить бороться за жизнь. Почтить память учителя на турнир приехали парни из антинаркотического центра Тульской области, где Николай Егоров был директором и тренером. В центре ребята получили главное – надежду и веру. Я поверил этим людям, поверил и понял, что жить по-настоящему круто, без наркотиков, а просто кайфовать от жизни, получать удовольствие от спорта, от того, что ты можешь дружить, от того, что ты можешь по-настоящему любить. Это очень важно. Если ты не веришь в то, что это реально. А Николай Владимирович был такой достаточно простой человек и прямой. И с ним было, правда, очень легко. И он, можно сказать, излучал надежду и веру. И это очень сильно меня впечатлило, вдохновило. Мне захотелось к такому тоже стремиться. Потому что он очень большой пример человека, который живет нормально, который живет с уважением к людям и который живет так, как нужно жить каждому. В знак глубокого уважения в прошлом году на первый турнир памяти они пришли в Серпухов пешком. Это, пожалуй, наивысшая награда для Николая Егорова. В жестком противоборстве «Спорт против наркотиков» победил спорт. Об этом и говорили на круглом столе в рамках турнира. В дискуссии приняли участие юные спортсмены и люди неравнодушные и ответственные за здоровье подрастающего поколения. Заместитель главы администрации городского округа Серпухов Андрей Севрюгин, депутат Мособлдумы Роман Горбунов и член рабочей группы по профилактике наркомании среди детей Ольга Баутина. Работа по профилактике наркомании в городе ведется огромная. Это культурно-массовые мероприятия, это спортивные мероприятия. И сегодняшний круглый стол, он лишний раз подтверждает, что спорт, он является средством одновременно не только занятости детей, не только их физического развития, но и профилактике наркомании. Дело Николая Егорова теперь продолжают те, кого ему удалось вырвать из наркотических сетей и спортивное сообщество. Турнир Николая Егорова стал одним из значимых событий в профилактике наркомании не только в нашем городе, но и в России.